Добрый день, друзья! Меня зовут Неля и вы на канале Готовить Просто. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом очень вкусного, нежного, ароматного летнего пирога с нектарином. Вместо нектарина можно использовать любые другие фрукты либо ягоды. Первым делом из фруктов нужно вынуть косточку. Для этого разрезаем их пополам, убираем кость и нарезаем небольшими дольками. Для этого рецепта фрукты либо ягоды можно нарезать любым удобным для вас способом. Я выбрала такие вот небольшие дольки. Теперь займемся тестом. В миску выливаю 1 стакан йогурта. Йогурт можно заменить на сметану либо кефир. Добавляем 3 яйца, 1 стакан растительного масла, 20 г ванильного сахара и 1 стакан сахара. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Стакан у меня на 250 г. Вводим просеянную муку, сначала 2 стакана, 1 чайную ложку разрыхлителя и хорошенько перемешиваем, чтобы в тесте не было комочков муки. Когда тесто приобретет однородную структуру, вводим последний третий стакан муки и снова все хорошенько перемешиваем. Вот такой структурой получилось тесто. Форму застилаем пергаментной бумагой и выливаем тесто. Размер моей формы 30 на 20 сантиметров. Теперь равномерно распределяем его по всей поверхности. Теперь сверху выкладываем дольки нектарина, чуть углубляя их в тесто. Напоминаю, что вместо него можно использовать любые другие фрукты либо ягоды. Не зря же этот пирог называется летним. Украшать пирог я буду крошкой. Для этого смешиваем 1 чайную ложку сливочного масла, 1 чайную ложку сахара и 2 чайные ложки муки. С помощью рук перетираем в крошку. Теперь сверху посыпаем этой крошкой пирог и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 50 минут. Точное время запекания зависит от вашей духовки. Поэтому следите, чтобы пирог не подгорел, но внутри пропекся. Проверяйте готовность шпажкой. Она должна выходить сухой. Готовый пирог выньте из духовки и дайте ему чуть остыть. Затем нарезаем на порционные кусочки. Внутри он получается немного влажный, так как в тесте присутствует йогурт и растительное масло. Пирог получается мягким, ароматным, с приятной ноткой ванили и сочностью фруктов нектарина. Такой пирог на йогурте в духовке можно приготовить разными способами. Выкладывая начинку сверху, снизу или вмешивая в тесто. Пирог по этому рецепту получается очень сочным, ароматным и мягким. Друзья, настойчиво рекомендую приготовить этот вкусный летний пирог. Свои отзывы оставляйте в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Нейля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok